Приветствую, друзья! Двойной удар эскандерами по гостинице Европы в городе Мирноград повлёк, видимо, настолько болезненные потери для высшего офицерского состава западного образца, что натовское руководство решилось на ответный удар. На следующий же день после сдвоенной атаки русских ракетчиков противник сделал попытку ударить западной ракетой Атакмс по путепроводу в Крым из Краснодарского края. Безуспешно, конечно. Русская ПВО сшибла ракету над акваторией Азовского моря. Противник, как известно, не принимает самостоятельных решений об использовании такого серьёзного оружия, а потому за ракетной атакой Крымского моста торчат западные уши. Натовское руководство и ястребы из Белого дома, безусловно, раздосадованы последними ударами русских войск по своему контингенту советников. Сначала кинжал Староконстантинови, теперь Искандеры в Мирнограде. Так ведь можно и весь международный авторитет и влияние растерять. Шутка ли? Русские лупят ракетами именно по западным кураторам, невзирая на их принадлежность к Североатлантическому альянсу и высокие армейские звания. Причём стараются нанести как можно больше урон, когда выжившие после первого удара ракетой приступают к поиску среди завалов своих коллег, прилетает второй, Искандер, добавляя этих выживших к двухсотым от его первого собрата. А ведь весь мир смотрит, весь мир наблюдает, весь мир делает выводы, которые далеко не в пользу НАТО и Белого дома. Последний, к слову, своим разрешением на атаку ракетой Атакмс по Крымскому мосту только подчеркнул мощь русского оружия, занизив одновременную результативность своего. Весь мир наглядно увидел, что ракета Атакмс не является успешным оружием в 100% случаев её использования. Для получения результата для неё требуется проложить чуть ли не покрытую коврами дорожку с отсутствием системы русского ПВО, а также при условии отсутствия в воздухе самолётов ВКС России из числа истребительной авиации. То есть для успешного использования Атакмс должен сойтись воедино целый ряд факторов и условий, что в условиях военного противостояния современной армии выполнимо только в единичных случаях. Ну или использоваться для ударов по гражданским объектам, не прикрытых системами ПВО, что, собственно, и попытался сделать противник, но коса нашла на камень. В то же время русские ракеты наглядно показали всему миру, что будут бить туда, куда требуются, вне зависимости от внешних факторов противодействия противника в лице ПВО любых систем со стопроцентным результатом. Америку, НАТО и Запад в целом взбесила не потеря большого числа своих военных сотрудников высокого ранга. Нет, они новый в два раза больше пришлют. Их бесит всё более увеличивающийся отрыв, с которым Россия уходит в своей победе. То есть речь не о том, что Россия начала одерживать верх, как раз в этом уже никто не сомневается, а о том, что западные кураторы отстают всё больше и никакое увеличение бюджетов или военных поставок не изменит ситуацию. Так вижу, друзья. Не забываем подписываться на мой телеграм-канал, ссылка будет в первом закреплённом комментарии к видео. Записать видео по всем текстам просто физически нереально, а потому читайте их именно в телеге. Всегда остро и с любовью к нашей стране, России. Также дублируй в телеграм-канале видеоконтент с Ютуба. Так, на всякий случай. Присоединяйтесь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok